Техника на улице Уральской начала работать две недели назад. Автолюбители ждали преображения дороги с нетерпением. Рассказывают, этой весной ям было особенно много, но как начались работы, ездить стало комфортнее. Вежу постоянно по этой дороге на работу. Всегда были здесь ямы, разбитая дорога, много аварийных участков дороги. Сейчас сделали уже практически весь участок. Очень приятно и безопасно теперь ездить как на работу, так и домой. Улицу Уральскую ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сначала рабочие с помощью установки холодного фрезерования сняли изношенное покрытие. Затем очистили основание, разлили битомную эмульсию и уложили асфальтобетонную смесь МА-16, что обеспечивает высокую прочность дорожного полотна. До этого подняли люки инженерных коммуникаций на проектную отметку, чтобы они были на одном уровне с новым покрытием. Работают ночью по одной полосе, по другой продолжает ездить транспорт, включая общественный, на всем протяжении автомобильной дороги. Это порядка двух километров. Площадь ремонта составляет около 15 тысяч квадратных метров. В ближайшую ночную смену подрядчик завершит работы по устройству асфальтобетонного покрытия по основному ходу. В дальнейшем на финальном этапе укрепят обочины асфальтобетонным гранулятом. Это еще семь с половиной тысяч квадратных метров работ. Так как здесь нет бортового камня, а водоотвод осуществляется в газоны, данный вид работ необходим, чтобы кромка автодороги не разрушалась. График работ старались выбирать в ночное время, чтобы минимизировать трудности движения на данном участке, как для общественного транспорта, так и для обычных гаражей. Выставляем реверсивное движение. Также будем проводить работы по основанию на примыканиях обочинах, для того, чтобы не разрушался основной слой асфальтобетонного покрытия. Улица Уральская – одна из основных транспортных артерий Куйбышевского района. Дорога связывает Волгарь, поселок Сотсгород и Кряж с автостанцией Аврора. За сутки по Уральской проезжает порядка 12 тысяч автомобилей. Пролегает основной маршрут общественного транспорта. Специалисты отмечают, что план работ формируется на основании результатов диагностики изношенного асфальта специализированной дорожной лаборатории, что соответствует требованиям национального проекта. Также представители власти внимательно относятся к просьбам горожан, которые сообщают о необходимых с их точки зрения работах. Ремонт картами свыше 100 метров погонок – это именно ремонт поддерживающий, когда выполняются работы именно по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части. Это не комплексный ремонт от фасада до фасада. Это именно ремонт, когда необходимо убрать какие-то разрушения на проезжей части и отремонтировать покрытие полностью, целиком, от начала до конца. Потому что качество превыше всего, сейчас никакой гонки нет у нас. Начало строительного сезона мы должны вдумчиво подойти к организации работ и акцентировать на этом же подрядной организации, для того, что необходимо сделать работу качественно в первую очередь. Погодный фактор учитывается обязательно. Так, в период осадков укладка асфальтобетона запрещена. Для этого основание должно быть сухим и полностью подготовленным. На текущей неделе те или иные виды работ в рамках ремонта выполняются на улицах Магнитогорской, Чекистов, Киевской, Мичурино, Уральской, Лыспинской, Ярошевского. А также начинаются подготовительные работы на проспекте Масленниково. Еще на девяти объектах подрядчики уже справились с обновлением автодорожного покрытия в ходе реализации нацпроекта. По оценкам специалистов, набран хороший темп. А на Уральской в полном объеме с задачами планируют справиться до 9 мая. Напомним, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Самаре отремонтируют 42 участка дорог местного значения. Это порядка 43 километров. Контроль за качеством работ ведется на всех этапах. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизуркин, Петр Поломеев. Игорь Казановский. События.